Знаковая подзея отбылась у 33-й школы на передне невеликого свята. Тут после реконструкции открылся музей имя героя Советского Союза Миколая Филипповича Королёва. Школьный музей боевой славы у першиню открылся в 86-м годе. Тематику обрали не выпадково, установа аддукации размещается на улице, названной «Гонор выдатного могилёвца». Экспонаты, особистые речи, фотосдымки, педагоги активно сбирали на родиме Миколая Филипповича, Осиповичах и непосредственно увёзцы Аминовича. Больше за 80 оригинальных документов привезли Атуль. Ясчекаля 40-ка передала музею дочка Королёва Галина Миколаюна. Это рукописи самого Королёва, воспоминания. Здесь его личные вещи хранятся. Его знаменитая книга «Сыновья Победы». Здесь его зачётные книжки высшей партийной школы. Здесь переписка с партизанами, здесь списки партизан, участников Осиповичского партизанского бригады, потом соединения. А востребранный именный партигар с добыток новой, який про сколький год выпадково опынулся в Могилёве. С Краснодара, про Москву на ареште потрапил 33-ю школу. Первую экскурсию по одновленным музеям доверили провести шкалерам. Про лёс Миколая Королёва яны рассказывают захоплением и хваляванием. Королёв Николай Филиппович, командир Осиповичской партизанской военно-оперативной группы Могилёвской области, генерал-майор. Родился 1 июля 1906 года в терении Аминовича. По-своему, отметный кожный факт житя, ли безумовно особливая теканность до героичного минолога, командира партизанского и подпольного руху в Осиповичском районе. Группами под его командованием на протягу трёх военных годов были взорваны тысячи рэек. Пущенные под отхон сотни эшелону, изнищены десятки фашистских гарнизону. Забито больше за 10 тысяч солдат и офицеров противника. Он является не только создателем партизанского отряда, бригады, партизанского соединения Осиповичского района. Именно партизаны Осиповичского соединения первыми начали проводить и осуществлять в 43-м году вот эту вот рельсовую войну. Сирот гоноровых гостей у музея Сюни Ветераны, процедуники Улады и племенник генерал-майора Леонид Фёдорович Король. Война произошла и по его дятинству. Прятались в болоте на острове вдали от дома более трёх километров в течение 26 месяцев. Немцы наши с полицаями стремились выловить живьём, потому как, чтобы выйти как-то на Королёва Николая Филипповича. И мы вынуждены были скрываться в болоте и в весеннее, летнее, осеннее время по шею в воде. В предполагаемых облавах нас инфрамелевы партизаны. И мы уходили с землянки в болото и там прятались, чтобы овчарки не смогли взять след. В 1943 году, когда было принято решение о присвоении ему звания генерал-майора и о вручении золотой звезды Героя Советского Союза, при награждении, ну, возник такой небольшой казус, поскольку советское общество и было принято, что королей у нас нету, поэтому фамилию Король изменили на имя, на фамилию Королёв. Новое обличие музейно будет дякуючу патрымцы Могилёвского областного отделения Белорусского фонду мира и намаганием тутейших наставников, а будущее музее нехай застанется завучними.